Храните ваши деньги. Казахстанцы массово скупают валюту. Только за один месяц в обменниках страны граждане приобрели 1 миллиард долларов. В один миг может доллар упасть или вылезти. Насколько сегодня стабилин американец? И в чем выгодно держать капитал? В Комитете государственных доходов за 7 месяцев этого года выявили сокрытие или занижение зарплатных налогов на 1 миллиард 100 миллионов тенге. Более 420 миллиардов тенге пенсионных накоплений казахстанцев могут направить для управления частным компанией. Абсолютный рекорд. Казахстанцы скупили в обменниках 1 миллиард долларов. И это только за июнь. Об этом сообщает аналитическое агентство Ranking KZ. Большая часть продаж пришлась на Алматы, Нурсултан и Шымкент. Мария Парфенова узнала, какие прогнозы дают эксперты и в какой валюте казахстанцы предпочитают хранить деньги. Обменники страны по-прежнему в центре внимания. За последние месяцы казахстанцы скупили баснословное количество валюты. Только в июне объем продаж американца составил чуть больше 384 миллиардов тенге. Это вдвое больше, чем в мае и почти в пять раз больше по сравнению с июнем прошлого года. Причем по объему чистых продаж лидируют мегаполисы. Однако называть ситуацию ажиотажем в ассоциации обменных пунктов не спешат. Повышенный спрос на валюту, он на самом деле существует. С чем это связано? Либо с какими-то слухами, либо может быть с сезоном отпусков. Но такое имеет место быть. Мы обменные пункты обеспечиваем валютой. Всех дефицита нет в тенге. То есть работа в обычном режиме продолжается. Массовым интересом к валюте обеспокоены экономисты на курс доллара. По отношению к тенге, по словам Марата Каирленова, влияют внутренние факторы и внешние. А конкретно цены на нефть и курс рубля. У нас примерно 43, чуть больше процентов депозитов. Они в долларах. Депозиты физических лиц. Ставка по ним 1%. Инфляция в США в 2,5%. То есть они под отрицательные процентные ставки. Исходя из текущих процентных ставок, я бы, наверное, рекомендовал уже, наверное, в ценные бумаги больше смотреть. Акции, мне кажется, более привлекательный актив. Мнения опрошенных нами казахстанцев разделились. Одни предпочитают держать деньги в долларах, другие отдают предпочтение тенге, а кто-то даже золоту. Я думаю, что нужно иметь сбалансированную корзину, частично в золоте, частично в валютах. В один миг может доллар упасть или вылезти. А в тенге это наша народная валюта. Но доверяй больше тенге. В долларах на депозите. Ну, деньги всегда растут на депозите. Кстати, о золоте. Мировые цены на него достигли шестилетнего максимума. Стоимость декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже составила 1535 долларов за унцию. Рост цен на драгоценный металл в крупнейшей российской горнорудной компании прогнозировали давно. Золото как вечная ценность, как инструмент защиты от всевозможных финансовых кризисов, пертурбаций и махинаций, я считаю, что оно сохранит и, скорее всего, увеличит свою ценность. Однако столичные ювелиры сетуют на спад продаж. Если казахстанцы и покупают изделия, то только на крупные торжества и в качестве подушки безопасности. Если и закупается золото, то это вклад в своих свободных денег, чтобы как-то себя обеспечить. Колебания курсов, да, они отражаются в целом на цене изделия и потом получается нерентабельно. То есть люди покупают, но уже не с тем энтузиазмом, что раньше. Официальный курс доллара США в Казахстане с начала года растет в среднем на 0,2%. В начале августа в обменных пунктах страны курс превысил 390 тенге за доллар. И все же экономисты не считают ситуацию угрожающей и рекомендуют гражданам не заниматься валютными спекуляциями. Стоимость доллара на биржу снизилась до 386 тенге. Нацвалюта Казахстана укрепилась по отношению к американцу на 1 тенге и 33 тена. С начала месяца это самое существенное укрепление тенге по отношению к доллару. Последнюю неделю стоимость американской валюты на бирже держалась выше отметки 387 тенге. Сегодня в обменниках страны доллар покупает по 386 тенге, а продают по 387. А несмотря на небольшое укрепление тенге, американская валюта пользуется небывалым спросом у казахстанцев. Соотечественники скупили в обменниках на 1 миллиард долларов больше, чем сдали. Это в два раза больше, чем в прошлом месяце и почти в пять раз больше по сравнению с июнем прошлого года. Рост объема продаж американской валюты показали абсолютно все регионы Казахстана. Лидирует в списке Алматы Нур-Султан, замыкает тройку лидеров Шимкент. В Комитете государственных доходов за 7 месяцев этого года выявили сокрытие или занижение зарплатных налогов на 1 миллиард 100 миллионов тенге. Такое нарушение допустили больше 600 предпринимателей. Кроме того, бизнесмены платят меньше налогов за счет сокрытия реальной зарплаты своих наемных сотрудников. Проще говоря, процветает черная бухгалтерия. Только за последний месяц выявлены такие факты по 4,5 тысячам работников. Впоследствии в казну были возвращены 9 миллионов налогов. Если бизнесмен декларирует меньший доход без обоснований, автоматическая система мониторинга может это вычислить и присылает уведомления. Предприниматель должен обосновать это в течение месяца, либо со временем попадает в категорию повышенного риска. Эта же система отслеживает отчисления в пенсионный фонд за своего сотрудника. Механизм будет работать и с 1 января нового года, когда работодатели начнут платить обязательные пенсионные взносы в размере 5% от зарплаты работника за свой счет. С начала года выявлены факты занижения пенсионных взносов, где в результате камерального контроля 124 налогоплательщика начислены пенсионные взносы в сумме 48,4 миллиона тенге. Между тем, в Министерстве финансов вносят кардинальные изменения в систему государственных закупок. Планируется передача основных закупок единым организаторам на всех уровнях. Данная мера позволит снизить количество участников в тендере с 25 тысяч до 500. О том, что такое электронные депозитарии и зачем нужен интернет-магазин в системе госзакупок, расскажет моя коллега Улпан Бегалина. Хочешь пожаловаться, плати. Теперь такую санкцию вводит Минфин для профессиональных жалобщиков при государственных закупках. Как отмечают в ведомстве, недобросовестные участники конкурса своими систематическими претензиями приводят к недобросовестной конкуренции. К примеру, только с начала года на веб-портал поступило порядка 17 тысяч жалоб на результаты конкурса, из-за чего процедура проведения тендера сдвигается как минимум на 10 дней. Это, соответственно, приводит к срыву сроков поставок товаров, работ и услуг. Правда, в Минфине еще пока не знают, какую сумму определить достаточной для подачи жалобы. К примеру, в Грузии тоже есть такая схема. Там жалобщик платит 2% от суммы лота, чтобы аннулировать результаты конкурса. Платность жалобы должна быть такой, чтобы демотивировать недобросовестных жалобщиков подавать жалобы. Но если организация или человек видит, что соответствующее есть зерно, есть нарушение, и он подает жалобу, то, соответственно, как я сказал, что данная сумма будет ему возвращена. В случаях, если они не будут аргументированы или не будут подтверждены, сумма, уплаченная для подачи жалобы, будет обращена в доход государства. А вот для закупа мелких товаров, чтобы ускорить и упростить этот процесс, вводится функционал интернет-магазина. Кроме того, министерство настолько ориентировано на прозрачность предоставляемых услуг, что будет даже определять опыт компании-участника госзакупа. Мы считаем, что введение электронного депозитария, а это будет вводиться с первого, до конца года мы отработаем данную категорию, в этот депозитарий будет введена весь опыт работы по всем мероприятиям, в особенности в строительстве, и мы, соответственно, будем уже знать, что делала та или иная компания, были ли у нее достаточный опыт в данной области. Кроме того, для борьбы с демпингом министерство внедрило платность так называемой обеспеченности выполнения условий договора. К примеру, разницу в 20% между заявленной ценой и предложенной поставщик должен выплатить в качестве гарантии, чтобы предоставить услуги. Сейчас эта норма внедрена для того, чтобы можно было, согласно закону, когда он выиграет и заключает договор, он должен в течение 10 рабочих дней внести обеспечение. Как договор, так и обеспечение вот этой антидемпинговой суммы. И в течение 10 дней, если он обеспечение это не вносит, то у нас есть право уже передать договор второму победе. Еще одно новшество – конкурс рамочного соглашения. Ожидается, что процесс госзакупок будет сокращен до 3-5 дней вместо 45. При этом отмечу, что на сегодня в среднем ежегодный объем государственных закупок в стране составляет порядка 3,5 триллионов тенге. К другим темам. Народный банк пока только рассматривает предложение Астана ЛРТ о выкупе облигаций на 500 миллионов долларов. Окончательное решение еще не принято. Об этом сообщили в самом Фининституте. Напомню, накануне Аким столица Алтай Кульгинов сообщил, что Акимат договорился с Народным банком о финансировании проекта строительства линии ЛРТ. По его словам, банк может выкупить облигации заказчика проекта Астана ЛРТ на сумму полмиллиарда долларов. Предполагается, что нацхолдинг «Батирек» приобретет облигации компании на 100 миллионов долларов. Сейчас проводится работа с банками второго уровня. Мы, как вам говорили, отказались от китайского займа и на этом сэкономили 800 миллионов долларов США на обслуживание займа. Договорились с Народным банком под трехпроцентный займ на 500 миллионов и еще на 100 миллионов с холдингом «Батирек». И это достаточно сейчас, чтобы в этом году работу начать. Более 420 миллиардов тенге пенсионных накоплений казахстанцев могут направить для управления частным компаниям. Это деньги 90 тысяч вкладчиков. По данным ЕНПФ, порядка 70 тысяч мужчин имеют накопление в 8 миллионов 200 тысяч тенге и около 20 тысяч женщин, 10 миллионов 100 тысяч тенге и более. Напомню, планируемый порог для передачи накоплений от ЕНПФ частным управляющим компаниям на этот год для женщин свыше 10 миллионов тенге, для мужчин более 8 миллионов. Люди, имеющие на счету такие суммы, могут передать сверхнакопления частным управляющим компаниям для более рисковых инвестиций и высокого дохода. Продолжение следует...